Харьковский национальный технический университет ХПИ и видеоканал «Первая столица». При личном участии ректора, почётного гражданина Харькова Леонида Товожнянского, представляют проект «Гордость первой столицы». 1993 год. В пакистанской пустыне Тар проходит испытание танков. Температура за бортом свыше 50 градусов по Цельсию. Побороться за контракт с Пакистаном на пустынные полигоны от Украины прибыли две машины харьковского производства Т-80УД. В Адском пекле наши танки пробежали по 2000 километров каждый. Никто не верил, что украинские танки смогут работать в жесточайших условиях пустыни. Для этого были основания. Пакистанские танки китайской разработки с английскими и китайскими двигателями подобных испытаний не выдерживали. Однако человек, находящийся за штурвалом раскаленного танка, по сто раз проверял все новые параметры подвижности, защиты, огневой мощи украинского железного коня, приспосабливая его к условиям пустыни. Тогда танк Т-80УД победил. Пакистан закупил 320 машин из Харькова. Для заключения контракта в Пакистан поехала украинская делегация, которую возглавил генеральный конструктор КБ Морозова Михаил Борисюк. Кстати, тот самый человек, который, не щадя себя, управлял раскаленным танком и демонстрировал его преимущества. Это действительно выдающийся человек, человек, который сам военный, и который, придя в Харьков, в конструкторское бюро Елене Морозова, внес новую студию в идеи проектирования строительства больной техники отечественной украинского производства. Михаил Демьянович Борисюк – заслуженный машиностроитель Украины, дважды лауреат Государственной премии Украины, генеральный конструктор по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник Харьковского конструкторского бюро имени Морозова до 2011 года. С 18 лет выпускник Саратовского танкотехнологического училища навсегда связал свою жизнь с танками. Поэтому биографию этого человека можно смело отождествлять с историей создания и развития многих моделей бронетанковой техники. А если учесть, что история эта разворачивалась в большинстве своем, в столице советского танкостроения Харькове, то поведать ее сегодня нашему уважаемому телезрителю будет вовсе не лишним. Я бы сказал, не совсем правильно, когда некоторые, если думают или там говорят, что у нас это в отвесе, это направление стоит на месте 90-го года, это не так. Давайте проанализируем. А последнее время, последние 10-20 лет, если проанализировать любой конфликт, который произошел в мире, где бы он ни произошел. Будем, скажем, в Афганистане, или там в Ираке, или там еще, там где, ну где бы там ни было, он без танков еще не обошелся. «Собирайтесь в Харьков! Вы назначены генеральным конструктором конструкторского бюро», сказали в ЦК партии начальнику Челябинского конструкторского бюро «Ротор» Борисюку. Почему с Урала Михаила Демьяновича спешно направили в Украину, никто объяснять не стал. Зато задачи перед ним поставили масштабные. Создать перспективный танк, налаживать производство новых комплектующих систем. Шел 1990 год, время, когда еще советский человек вряд ли задумывался о важности производства новых образцов военной техники. Потребности были иные, более дефицитные. Но приказ есть приказ, а Борисюк – человек военный. Кадровые вопросы, они всегда были достаточно закрытыми и сложными. Но я думаю, что назначение Михаила Демьяновича на эту должность в свое время связано было с желанием руководства этой отрасли усилить компоненту автоматических систем управления для харьковских танков. Ну и, наверное, как я уже говорил, одним из моментов была достаточно жесткая кадровая политика, которую проводил всегда Михаил Демьянович. Еще полгода назад генерал-майор Борисюк вряд ли мог предвидеть, что поставленные перед ним задачи придется решать уже без кооперации, привычной в оборонном комплексе СССР. И что именно ему предстоит отныне создавать танкостроение нового, независимого украинского государства. Именно ему придется спасать коллектив, искать для него работу, заказы, заниматься рекламной деятельностью на международном рынке. Я, например, не раз говорил, что если в армии, допустим, в сухопутных войсках иметь на вооружении старые образцы, даже тех же танков, допустим, то лучше их не иметь. Лучше солдатикам прятаться, будем говорить, за складками местности. А если иметь, то достойное, современное, небольшое количество вооружения, которое может предстоять любому конфликту, любому, допустим, там, ну, для решения любых задач. В 1996 году Харьковским конструкторским бюро был подписан контракт на экспорт в Пакистан танков серии Т-80УД. Затем за короткие сроки произведена грандиозная модернизация этого танка и создана боевая машина «Оплот». От своего предшественника «Оплот» отличался улучшением самых главных показателей танка – огневой мощи, подвижности и защиты. Так, примененный при производстве танка автомат заряжения позволил сократить его экипаж до трех человек – механика водителя, наводчика и командира. Подавляющее большинство боевых машин Запада не могут этим похвалиться до сих пор. Кстати, «Оплот» буквально сразу же был принят на вооружение украинской армии. Мы ввели работу по его отработке, ну, где-то больше пяти лет использовали. Вот здесь мы используем все научные достижения, в том числе и Политехнического института. У нас есть ряд таких, допустим, работ и направлений, где мы совместно с кафедрами Политехнического института создавали некоторые элементы для нашего нового танка и внедрили их в серийный производство. Это разработка легкобронированной техники, создание бронетранспортеров «Дозор» БТР-4, которые сейчас вместе с тяжелой бронированной техникой выступили в качестве конкурентоспособных образцов техники, продаваемой за рубеж. Это вопросы, связанные с модернизацией стоящих на вооружении Украины и других стран танков Т-64, которые получили второе дыхание за счет установки на них новых систем, более мощного двигателя и носят название боевой машины «Булат». Без человека даже танк, пожалуй, будет представлять собой гору красиво сваренного металла. Кафедра колесных и гусеничных машин Национального технического университета Харьковский политехнический институт была создана по инициативе одного из создателей легендарного танка Т-34 Александра Морозова для подготовки инженерных кадров, осуществляющих конструкторские работы в отрасли танкостроения. Возглавив конструкторское бюро буквально с первых же дней работы, Михаил Борисюк продолжил 40-летнюю традицию сотрудничества с самым техническим высшим учебным заведением города. У нас-то, если взять, то так более 500 конструкторов инженерно-технических работников, ну и в основном-то это выходцы из наших институтов, в основном политехнического и других, поэтому это бывшие студенты, а они у нас уже сейчас разного уровня есть. В уже далеком нам 1976 году Александр Морозов на одной из страниц своего дневника сравнил профессию главного конструктора с профессией хирурга, так как на плечах и первого, и второго всегда лежит большая ответственность. И научная деятельность Михаила Борисюка яркое тому подтверждение. Причем не в маловажное место он отводил своему самообразованию. 60 лет защитил докторскую диссертацию по теме «Разработка и испытания элементов и устройств танковых систем, автоматики и электрооборудования». А затем входил в специализированный совет по защите диссертации при ХПИ. Всегда старался быть там принципиальным по отношению к работам, которые представляли на защите докторских кандидатских диссертаций. Так и должен быть генеральный конструктор. Будучи и организатором производства, и человеком, который хорошо разбирается в науке, так как, в общем-то, был и доктором технических наук, и академиком Академии наук, Национальной Академии наук Украины, он хорошо владел вопросами и проблемами, стоящими перед вооружением и военной техникой, и в Украине, и в мире в целом. И его членство в Совете было очень важным и полезным. 1940 год. Два только что созданных танка Т-34 вышли с Харьковского паровозостроительного завода в контрольно-испытательный пробег по маршруту Харьков-Москва. Возвращаясь своим ходом в Харьков, под Орлом один из танков опрокинулся в воду. Простуженный и сильно промокший человек, находящийся за штурвалом одного из танков, помог вытащить его. Сталин тогда после показа одобрительно отозвался о знаменитой «тридцати четверке», назвав ее первой ласточкой. Чудо-танк стал, наверное, главным оружием, решившим исход Второй мировой войны. А начальник конструкторского бюро танкостроения Харьковского завода, создавшего Т-34, был награжден сталинской премией. Кстати, это был Михаил Кошкин, тот самый человек, который, рискуя своей жизнью, вытаскивал танк. Что есть события, произошедшие на полигонах в пакистанской пустыне и на болотистой местности под Орлом? Подвиг? Для нас, видевших танки по телевизору, либо в городских скверах и на площадях, пожалуй, да. А у тех, кто по сто раз проверял каждый винтик будущей военной машины, есть на это свое особое мнение. Самое главное, нужно постоянно держать руку на пульсе и создавать технику, шагать в ногу с современным, как говорится, состоянием и создавать технику, конкурентоспособную на мировом рынке. Вот это мы пока выдерживаем, обеспечиваем, создаем. Субтитры создавал DimaTorzok